Здравствуйте, друзья! Вы на канале записки иммигранта. Рождество уже очень близко, и несмотря на все невзгоды, люди стараются сделать этот праздник наиболее праздничным. Хотя правительство немножко мешает. Жители Великобритании наряжают свои ёлки, квартиры, дома и даже улицы в праздничные украшения, которых становится всё больше. Надувные Деды Морозы и снеговики. Я видел какие-то фонарики, которые рисуют клаусов и оленей на стенах домов. Я видел даже проекторы, которые изображают типа анимацию на окнах в домах, где эльфы пакуют подарки. И, конечно же, магазины полные людей, ищущих презенты своим близким и не очень. Среди всей этой суеты и ожиданий зимних чудес из всех радиостанций и телевизоров играют всем нам знакомые мелодии, которые многие из вас наверняка слышали. Эти песенки известны на весь мир, и я удивлюсь, если кто-то из вас про них не знает. Но есть одна рождественская композиция, которая многими изданиями и людьми, живущими в Великобритании и Ирландии, признаётся самой народной, самой рождественской и самой популярной. Но за пределами этих стран она не сыскала такую же популярность. И наверняка вы мне в комментариях укажете, что я не до конца прав, но поверьте, она нигде не становилась трижды платиновой, как в Великобритании. Сегодня я расскажу вам про песню, которая называется «Волшебная сказка Нью-Йорка» или по-английски «Fairy Tale of New York» группы The Pokes. Эта песня названа так в честь одноимённого романа Джеймса Данлеви, известного писателя-иммигранта из Ирландии в Америку. Роман, который лежал в звукозаписывающей компании на момент записи этой песни. Я так понимаю, что в романе и в песне нет ничего общего, кроме места действия. Просто название прикольное. Песня, которую вы едва ли заставите выучить своего ребёнка, чтобы он потом спел её Дедушке Морозу, потому что она не передаёт всю палитру рождественского духа хотя бы из-за следующих слов. Хотя некоторые дети не такое читают Дедушкам Морозом. Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, Дедушка Мороз! И разрабатывались ещё с 1985-го. Настроение песни также менялось, пока оно не приобрело свою финальную версию в 87-м году, когда к ней присоединилась вокалистка Кёрсти Маккол, которая органично вписалась в эту композицию, и по заявлениям фронтмена группы The Pokes, она поняла её настроение и суть. Запомни раз и навсегда. Если я говорю понимаю, это не значит, я согласен, и не значит, я понимаю, это значит, я не слушаю. Песня поделена на две части. Первая мелодичная и минорная, и вторая часть танцевальная в стиле ирландский фолк. Изначально, после своего выпуска в 87-м году, песня так и не добралась до первого места рождественского чарта, оставшись на втором месте после песни группы Pet Shop Boys Always On My Mind. Солист и фронтмен группы The Pokes, а также создатели этой композиции, которого зовут Шейн МакГовен, назвал эту ситуацию следующим образом. Нас побили две королевы и драм-машина. Кто из вас не знает, но в английском королевами называют геев, которым свойственно женское поведение. Видел одного режиссера? Он этот клип снимал? Пидоры, а не все! На самом деле, до сих пор идут споры, кто впервые сказал эту фразу. Но из того, что я нашел в интернете, ясно одно. Она, то есть эта фраза, вызывает нехилую боль пониже спины у фанатов группы Pet Shop Boys. С тех самых пор, то есть с 87-го года, эта песня в 18 раз попадала в топ-20 песен чартов Великобритании, включая каждый раз, начиная с 2005 года, на Рождество. Песня является самой проигрываемой композицией в 21 веке в этой стране. И по многочисленным опросам людей, она является также самой народной рождественской песней. А теперь давайте окунемся в романтическую историю, которую рассказывает автор. Повествование ведется от лица мужчины, который очухивается в вытрезвителе в Нью-Йорке. И когда старичок рядом с ним затягивает древнюю ирландскую мелодию, он начинает вспоминать, как встретил свою любовь. Они были молодые и встретились на Рождество. Они целуются, пьют, веселятся. Он обещает ей, что она покорит Бродвей. Он только что выиграл в тотализатор, у него есть деньги. Они думают, что так будет всегда и мир будет лежать у их ног. Но потом они где-то свернули не туда и через какое-то время понимают, что они ничего в жизни не добились. Он много чего ей обещал, и они строили планы на будущее. Но через какое-то время они поняли, что где-то они свернули не туда и ничего в жизни не добились. Они срывают злость друг на друге. Он называет ее проституткой, а она его старым пидором. Отвлечемся немного от истории про наших влюбленных, потому что тут подошел интересный факт. В этой песне есть такие слова, как Arse and Faggot, что переводится как жопа и пидор. Из-за этого песню частенько пытаются цензурировать на телевидении и радио. Ведь оказывается, что слово пидор может обидеть определенный круг людей. Догадайтесь, каких. BBC не раз пытался вытащить песню из ротации, но люди были против. Тогда, в 2005 году, она была перезаписана с более культурными словами. Но людям все равно нравится старая добрая версия. Им пофиг, кого там что обижает. В этом году BBC 1, одной из самых больших радиостанций в этой стране, сделали заявление и сказали, что они будут ставить только версию 2005 года. без этих слов, которые я сказал выше. А радиостанция BBC 2 сказала, что будет хреначить оригинал. Другие радиостанции вправе сами выбирать, какая версия им больше нравится. Вроде бы год назад, хотя я тут могу ошибаться, Джон Бон Джови записал каверы известных рождественских мелодий. В том числе, он сделал кавер и на эту композицию, но он использовал версию 2005 года. Или даже сам что-то там изменил, чтобы она была более лайтовая. Так что последние версии, которые вы можете услышать, в основном те, которые не расстраивают определенный круг людей. Догадайтесь каких. Ну а уже совсем скоро западная цензура дойдет до того, что даже слова мужчина и женщина будут расстраивать определенный круг людей. Догадайтесь каких. Ну а в конце композиции герои произносят следующие слова. «Ты отнял мои мечты у меня, когда я впервые встретила тебя. Они хранятся вместе с моими, у меня бы не вышло в одиночку. Я построил свои мечты вокруг тебя». А нам, слушателям, остается надеяться, что у этой истории счастливый конец. И уже в следующее Рождество эта пара танцевала и пела и плясала, как они делали, когда впервые повстречали друг друга. Кстати, ребята, я совсем забыл вам сказать свое мнение про эту песню. Она мне, если честно, нравится. Несмотря на грубые слова. А может быть, даже благодаря. А вам, ребята, мы желаем счастливого Рождества и веселого Нового Года. Мы с вами, конечно же, не прощаемся. И уже в следующее воскрешение выйдет наш очередной ролик про то да сё.